Семинар совещания по вопросам проведения летнего досуга детей прошел накануне в городе над Бугом. Участие в мероприятии приняли специалисты и методисты отделов образования, представители администрации города, а также педагоги, воспитатели и руководители лагерей. На повестке дня вопрос более чем важный. От того, насколько качественно и продуктивно будет спланирована программа летних каникул, зависит не только здоровье молодых людей, но и уровень их образованности. Для юношей и девушек продумывается целый комплекс культурно-развлекательных и обучающих мероприятий. Это помогает формировать всестороннюю личность. От качества планирования и методического подхода сегодня зависит и качество организации воспитательной работы в лагере. Я сегодня приветствую стабильную систему планирования. Есть единый подход в области, в республике. На сегодняшний день это помогает создать стабильную систему воспитательной работы в лагере и выстроить работу таким образом, чтобы она была подчинена решению задач как воспитательных, здоровительных, образовательных, развивающих. Кроме школьников в летние лагеря традиционно приезжают и студенты. Но не для того, чтобы отдохнуть. Представители педагогических отрядов работают вожатыми. Приоритет при отборе кандидатур в такие судотряды дается будущим специалистам профильных дисциплин – учителям и воспитателям. В Брестском областном комитете часть желающих потрудиться летом уже получила места. Наибольший приоритет для студентов педагогических специальностей, студентов университетов мы уделяем именно формированию педагогических отрядов. И в этом году планируется трудоустроить около тысячи человек в составе педагогических отрядов. Уже на данном этапе заключены договора, определены на май-июнь объекты для работы педагогических отрядов. Кроме яркой и насыщенной развлекательной программы в детских, трудовых и оздоровительных лагерях будет проводиться профилактическая работа сотрудниками правоохранительных органов. Летний отдых собирает ребят со всей области, причем среди них есть и те, кто уже однажды приступал закон. Для этих детей предусмотрена также своя программа. Всего на учетах органов внутренних дел области в настоящий момент состоит более двух тысяч подростков. И в связи с чем, первостепенное внимание сотрудниками органов внутренних дел будет уделено организации занятости в летний период года именно этой категории несовершеннолетних. В городе исполкомах будут проведены рабочие совещания, в ходе которых всеми заинтересованными, это отделы образования, управление по труду, органы внутренних дел, будут определены те категории несовершеннолетних, которые нуждаются в первую очередь в организации их занятости. До летних каникул осталось всего несколько недель. И важно, чтобы это время отдыха дети провели с пользой.